Здравствуйте, дорогие друзья. Ключевые слова нашей недельной главы Гаазину «Разжирел и шурун, и стал брыкаться». Это как прогноз того, что будет происходить на земле. Всякий раз, когда человечество, так сказать, жиреет, становится тучным, покрывается жиром, это такая характеристика народа, который стоял перед Маше и до сих пор стоит перед ним. Каждый раз, когда у людей все в порядке, когда начинается материальное богополучие, люди не выдерживают этого. Это выдерживают всегда невзгоды, беды, духовно помогают друг другу в тяжелое время, в какие-то там, когда бедствия. Люди показывают себя и показывали очень с хорошей стороны. Но как только «Разжирел» он начинал брыкаться. И все это приводило вообще, материальное благостание приводило к духовной деградации. Вот представьте себе Бога, который хочет дать человеку все, и он видит, что если ты ему даешь, он становится хуже, а если отбираешь, становится лучше. Если ты посылаешь ему радость, благополучие, богатство, он становится хуже. Если ты посылаешь ему беды, боль, войны, он становится намного лучше и совсем меняет себя. Что же делать? Люди просят про носу заработок. Но богатство должно служить духовному росту. Бог видит, если человеку дашь, и он становится лучше. Он дает, а если нет? Это как яд, который мы выпрашиваем у того, кто все знает, чем все кончится. Разве добрый Бог даст нам это? Написал Раби Бен Бакуда, это знаменитый, знаменитый ему дарьет. Он написал, неумный человек увлечен только материальным миром. Он борется за успех, он считает, что приобретя много вещей, достигнет счастья. Но он ошибается, все накопления его после смерти останутся на земле. И получится, что он пришел в лучший мир, в вечный мир, абсолютно нищим. Откуда, написано, берутся вообще необузданные материальные вожделения? Когда засоряются каналы получения духовного изобилия, открываются, что компенсирующие потребности внизу, но они уже неадекватные характеру потребляемого. Они требуют вообще несуществующей материальной бесконечности. А материальность, она конечна. Люди перестают думать. Если здравовыщущий такой нормальный человек посетит, например, фабрику с полностью автоматизированным производством, где не обнаружит никого из обслуживающего персонала, он ясно поймет, что кто-то спроектировал, это создал. У него не появится мысли, что все создалось случайно. И чем сложнее будет это производство, тем более мудрые таланты у его создателя. Если мы посмотрим на все вокруг, на окружающий наш микро-макро-мир, удивительные, с огромным количеством составляющих элементов, логика должна подсказать, что у всего имеется необыкновенный, очень мудрый, очень талантливый создатель. Ну и что? И он дал нам инструкцию к этому миру. И называется она Тора. А вместо этого мы разрушаем нашу планету. Ведь Бог сказал совсем другое. Заселяйте, улучшайте ее. Помните, когда в Рамо Айто? А тут воюют религии, воюют нации, воюют партии, воюют семьи. Каждый готов умереть за свою идею, за свою правоту. Нет цели объединиться, найти правду, найти жизнь. Бога не пускают в жизнь. Ну может быть чуть-чуть, так ритуально, без фанатизма. В общем, разжирел Ешурун и стал брыкаться. Это написано в нашей недельной главе. Это код всех наших неприятностей. Вдуматься в это надо. Ведь это одна из предпоследней глава Торы. Не просто так Маше, великий пророк, нам сказал это. Давайте вернемся к шабату, который перед нами. По словам одного хасидского рэба, если все буквы, слово рожь, голова, увеличить на одну, то есть взять букву следующую, то получится слово шабат. Шабат это источник святости всех будних дней. Шабат сегодня соблюдать легко. Просто, опять же, как разжирел Ешурун. Раньше это было, вот я расскажу, как это было раньше, короткую историю. Одного эмигранта, который рассказывал о своей дедушке, когда он приехал в начале века с семьей в Нью-Йорк, из Европы. А тогда соблюдающему субботу еврею почти невозможно было найти работу. На многих фабриках Манхэттена висела такая надпись. Если ты не работаешь в субботу, не приходи уже в понедельник. Вот одна синагога в Манхэттене предложила ему поселиться в подвале, в котором хранился уголь. И вот однажды в синагогу пришел еврей, чтобы произнести кадрш, молитву о своем отце. Он удивился, увидел в синагоге испачканного углем детей и так далее. Ему объяснили, что это семья нового эмигранта, он не может найти себе работу. Придя домой, он рассказал это жене, она предложила помочь нуждающей семье. Этот еврей вернулся в синагоге и предложил дедушке этого товарища, его звали Гершель, взять деньги для оплаты квартиры. У нас хороший магазин, мы можем себе это позволить, сказал он. Спасибо, однако я должен спросить тебя, твой магазин закрыт в шаббат? Он говорит, нет, мы не соблюдаем шаббат. Тогда я не могу взять у тебя деньги. Они заработали в магазине нарушающем субботу. Еврей не мог поверить в то, что отказался взять деньги. Он вернулся домой, рассказал жене. Она сказала, давай, знаешь, что закроем на одну субботу магазин. Пришел к нему, говорит, смотри, вот мы решили так и так. Он говорит, я не могу все равно взять деньги. Я не могу. Он говорит, ну мы закрываем, чтобы ты у нас взял их. Он говорит, я не могу. Для этого магазин должен быть закрыт каждый шаббат. В конце концов, этот еврей и его жена решили соблюдать шаббат. Они не только закрыли магазин, но и стали уже соблюдать все. И сегодня их внук, один из крупнейших раввинов Америки. Таким было сложно. А нам что? Какая проблема у нас соблюдать шаббат? Какая проблема? Разжирел Ешурун и стал брыкаться. Так вот, чтобы нас не ставили в стойло, как говорится, нам надо найти себя. Найти себя и увидеть, что сегодня нет проблемы. Нет проблемы сегодня соблюдать шаббат. Наоборот, это привилегия. Хорошего шаббата. Вдумайтесь во все это. Брахава от слаха. Перед нами шаббат и сразу, потом, скоро, через день один праздник. Брахава от слаха. Брахава от слаха.